Сегодня в виртуалите. Игра помогает выживать во время финансового кризиса. Конана Варвара наконец-то обучили русскому языку. Аркадная гонка маскируется под фоллаун. В России научились делать стратегии. Привет, меня зовут Макс Васильев и это программа Виртуалити. За полчаса вы узнаете обо всем самом новом и необычном из мира видеоигры компьютерных развлечений. Футбольный симулятор помог выиграть реальный матч. И между прочим, это не шутка. Вратарь итальянского футбольного клуба Палермо заявил, что смог отразить удар знаменитого Рональдинио благодаря компьютерной игре. По словам галкипера, бразилец нанес удар такой же, как его виртуальная копия. Давайте посмотрим, как это было. Вот так выглядел удар Рональдинио. А это его копия. Да, ничего не скажешь. Я всегда знал, что в игры играть очень полезно. На этой позитивной ноте выпуск продолжают не менее позитивные новости. В преддверии мирового финансового кризиса многим не помешает подтянуть свои управленческие навыки. Хорошим подспорьем в этом деле может послужить игра Anno 14.04. И пусть местом действия тут служат средневековые европейские города и жемчужины торговых путей Востока, законы экономики во все времена неизменны. Купил подешевле, продал подороже. Руководствуйся этим девизом и отстрой свой собственный купеческий рай, начав от горских хижин и заканчивая процветающим поселением. Как водится, этот процесс потребует от игрока недюжинного усердия и талантов. А еще Anno 14.04 — самая красивая градостроительная стратегия на сегодняшний день. Ну, да вы и сами все видите. В общем, будет чем заняться в нелегкие дни. Благо, выход игры должен состояться как раз в марте, в самый разгар кризиса, если верить аналитикам. Вы никогда не задумывались над тем, как бы выглядел Фоллаут, будь он гоночной игрой? А вот как. Назывался бы он не Фоллаут, а Фьюэл. Действие этой многообещающей игры происходит в схожей вселенной, где также в особом почете находятся выжженные пустыни и ржавые драндулеты. Последние ездят по первым, пока не кончится то, что и стало названием игры. И вот вся эта свистопляска происходит в мире размером на 6000 квадратных километров без единой дезагрузки. Кстати, раньше эта игра должна была быть простым раллийным симулятором в духе гонки «Париж-Дакар». Но разработчики вовремя одумались и сменили тему на более занятную. Вот, собственно, и все, что пока известно о Фьюэл. Даже точные даты выхода пока неизвестны. Как говорится, подождем. Прошло чуть меньше года после выхода онлайновой РПГ «Age of Conan». Но, похоже, для игроков из России все только начинается. Но не любят наши геймеры играть на вражеском языке. Преодолеть языковой барьер помогла локализация. Об этом в сюжете. Кемерийский варвар, король Аквелонии, победитель Немедии и просто легендарный Конан наконец-то заговорил по-русски. Локализация оригинальной онлайновой РПГ «Age of Conan» подошла к концу. В ближайшее время на просторах Хайбори услышится русская речь. Какие ваши доказательства? Полностью озвучены уровни с первого по двадцатый, да, это пока герой находится на острове Тартаж. И потом, когда мы выходим из Тартажа, озвучены так называемые Destiny Quests, задания судьбы, которые связаны с достижением героя и персонажа уровня 80. Общий перевод состоит из миллиона трехсот тысяч слов. Но все, кто ждет русскую версию игры, обеспокоены не только количеством, сколько качеством. Переводчики, конечно, Говарда читали, потому что им нужно было погрузиться в Вселенную, понять, что из себя представляет этот мир. Там Вселенная красивая, книги интересные, в городском возрасте глотаются насчет раз. Я прочитала шесть из 14 томов, которые выходили в издательство «Северо-запад», больше не смогла. Кроме самого Роберта Говарда, эпический цикл о Конане писал еще десяток других авторов. Многие из этих книг даже не были переведены на русский язык, поэтому в названиях ключевых элементов возникает путаница. Племя, которое по-английски называется «Ванир». В общем, мы очень долго решали, как их все-таки переводить. «Ваниры», «Ваны». Мы остановились пока на «Ванов». Считаем, что это правильно, но, в общем, спорили долго. Перевод русской версии уже готов, но норвежские разработчики игры постоянно вносят изменения. Обновления и дополнения к оригиналу выходят каждую неделю. Например, в ближайшее время вы увидите в игре новые локации, вроде перевала, лежащего в Кемерийских горах, и названного в честь ледяного гиганта «Имир». Это не менее сотни новых квестов, огромная территория для исследования и 24 часа геймплея. В русской версии игры все это будет доступно сразу. Некоторые претензии к разработчикам связаны с тем, что некоторые обещания до сих пор не реализованы. Дескать, а где же, простите, секс, который обещали еще до релиза? Вот вы раскрытие актерам, которые считали роль, краснели и говорили, «Оля, ну нельзя же такие тексты читать детям». И все это будет доступно сразу на двух отечественных серверах, так называемых ПВЕ и ПВП. Игроки с ПВЕ-сервера обычно занимаются исключительно убийством монстров, а вот на ПВП идет настоящая охота за скальпами себе подобных. Каждый сервер может принять от 10 до 15 тысяч фанатов хайбарийской эпохи. К сожалению, грядущий выход русского Конона омрачается снижением популярности игры на Западе, поэтому главное опасение русских геймеров связано с тем, что русского Конона ждет еще более незавидная судьба. Этого не случится. Одна из причин, почему мы привезли Age of Conan в Россию, это тот факт, что Россия имеет громадный потенциал для ММО-проектов. Например, все видели оглушительный успех World of Warcraft здесь, в России. Взрослость эпохи Конона весьма импонирует русским игрокам. Я думаю, именно поэтому на европейских серверах огромное количество русских. Точное число не назову, но это самое многочисленное игровое сообщество. Так что, какие бы бури не бушевали в Эквелонских долинах, какие бы ураганы не обрушивались на Кемерийские горы, в России Конон надолго. Далее виртуалити. Сноубордисты начали покорение виртуальных вершин. Винтик и шпунтик переживают реинкарнацию. Виртуальная академия военного искусства открывает свои двери. Виртуальная академия Это Виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных игр. Американская армия давно неровно дышит к электронным развлечениям. На этот раз военные инвестируют в игры 50 миллионов долларов. Правда, на какие именно цели уйдут средства, они не говорят. Однако, военная верхушка подходит к вопросу основательно. Подполковник Стефанс, отвечающий за разработку учебных проектов по наземной и воздушной тактике, так прямо и заявил. Армия относится к этому серьезно. Что ж, верим на слово. Может, скоро и забирать перестану. А что? День игры равен дню службы. Был бы замечательно, а? Ну что-то я замечтался. Пора вернуться на Землю и посмотреть на вышедшие игры. О них в новостях. Украинские разработчики внесли последние штрихи в крайне амбициозный продукт под названием «Предтеча». В этом проекте они замахнулись на то, что не под силу иным мастодонтам западного игростроения. А именно, они создали огромную вселенную, живущую по своим законам, где игрок может летать на космическом корабле, исследовать поверхность планет в кабине шагающего робота, колесить по городам на машине, а также разбираться с недружественными инопланетянами при помощи футуристического оружия. Игра создана на движке «Ксенус 2», который выдает довольно приятную картинку и позволяет разрушать многие объекты до кирпичика. Игроки, любящие необычные игры и свободный геймплей, могут оценить и то, и другое в «Предтечах» уже сегодня. Нюжданно-негадно выстрелила аркадо для «Иксбокс» «Банджо Казуй – Натс энд Болтс». Ее главные герои – невозмутимый медведь Банджо и вертлевая птичка Казуй – эдакий винтик и шпунтик нашего времени. Эти два чумелых зверя собирают из всяких жестянок причудливые тарантасы, а потом перемещаются на этих, с позволения сказать, транспортных средствах по уровню, которые могут привидеться только под действием очень сильных глюциногенов. Но это еще что? Полевыми испытаниями техники парочка не ограничивается. Неунывающие звери принимают вызов самого повелителя игр, а заодно и сами бросают вызов гнусной ведьме Грунтильде, которой, виданное ли дело, вздумалось захватить мир. Банджо Казуй настоятельно рекомендуется всем любителям покататься на затейливых тарантайках и ошалело повтыкать на окружающую флору фауну. Причем как детям, так и взрослым. Ребята, MTV предупреждает. Банджо Казуй – игра, которая выносит мозг. Будьте осторожны. Не менее безумные сюжеты в играх Тома Клэнси, но самое страшное, что они сбываются. Так, в своем романе «Долг чести», который вышел в 1994 году, он предсказал события 11 сентября, а потом в 2001 в игре «Гострекон. Войну в Южной Осетии». Обзор очередного творения мастера «Эндвор» в рубрике «Демо». И, пожалуйста, обратите внимание на сюжет игры. Кто знает? Кто знает? Здравствуйте, товарищи офицеры, сержанты, старшины, рядовые матросы, мичмены и прапорщики. Добро пожаловать в военную академию имени Тома Клэнси. Сегодня я проведу вам ускоренный курс оперативного искусства и тактического мастерства при помощи программы «Эндвор». Возможно, раньше вы уже имели дело с симуляторами боевых операций типа «Сплинтерсел», «Гострекон» и даже «Рэйнбоу Сикс». Однако «Эндвор» — тренажер принципиально иного уровня. Здесь вам отводится роль главнокомандующего в вымышленном конфликте между Соединенными Штатами Америки, ну куда ж без них, Евросоюзом и государством под названием «Спецназ». Отставить с мешки. Театр военных действий, планета, Земля. Приступаем. Для начала попрошу отложить ваше табельное оружие и взять в руки джойстики. Ну а теперь закрепить на голове специальные гарнитуры, предназначенные для отдачи голосовых команд. На Берлин! Если на кого-то гарнитур не хватило, ничего, можно обойтись и джойстиками. Для начала система предлагает вам повторять за ней ряд типовых приказов. Повторяйте за ней максимально четко и громко. Это поможет программе научиться распознавать особенности вашего голоса. Airstrike Hostile 2. Итак, распознавание закончено, загружается в поле боя. Для начала изучим карту местности. Видите ключевые точки? Там укрепились силы противника. Вам предстоит захватить все высоты и опорные пункты, чтобы выполнить задание. Переходим в тактический режим. Это космодром, который вам надо отбить. А это ваши войска. Отправьте их вперед. Вперед, мои орлы! Да не по-русски! Unit 2, камера. Программа пока распознает только английскую речь. Но ничего, скоро исправим. Повторяйте за мной. Unit 1, камера. Это позволяет переместиться к отряду номер один. А теперь... Unit 1, move to alpha. Теперь выбранный отряд начинает двигаться в точку альфа. Также при помощи голосовых команд вы можете призвать к себе новые войска. Вот так. Deploy tanks. И через несколько минут на поле боя прибудет танковый взвод. Внимание! Наш передовой отряд заметил группировку противника. Unit 1, attack hostile 2. Как видите, мое подразделение начало атаковать врага под номером 2. Противник повершен. Теперь пора потянуть остальные войска. Это было совсем не трудно. А вот и первая ключевая точка. Отдаем приказ на захват. Secure alpha. Пока идет бой, вы можете проследить за успехами своих подчиненных при помощи камеры. Вращайте ее стиками на джойстике вот так. Это поможет вам выхватить наиболее эффектный, ну то есть эффективный ракурс. Но что-то перестрелка затянулась. Пора склонить исход сражения в свою пользу. Как раз прибыли танки. Пора послать их в гущу боя. Unit 4, attack. Пункт альфа захвачен, победа неизбежна. Теперь осталось захватить остальные второстепенные точки на карте. Смотрите, как это делается. Unit 3, move to Delta. Unit 2, secure. Браво! Итак, уважаемые слушатели, не прошло и 10 минут, как я освободил всю территорию от присутствия противника. Однако, это была всего лишь обучающая миссия. Обратите внимание, я включаю режим глобальной карты. Это планета Земля, разбитая на сектора. Каждый из них окрашен в цвет страны, которая его контролирует. Один из секторов мы только что захватили. Поздравляю! Но остальные по-прежнему находятся под контролем противника. Каждый день программа End War проводит виртуальные бои, и каждый день в полночь подводятся результаты. Вам предстоит выбрать свою сторону в этом конфликте и обтачивать своё мастерство в битвах с другими командирами. Количество попыток не ограничено. Удачи! И пусть победит сильнейший! Но о какой игре я расскажу вам в следующий раз. Вы узнаете в следующий раз. Ать-два! Ать-два! Далее в виртуалити. Пышногрудые эльфийки заманивают на бета-тест новой линейки. В России научились делать стратегии. Это в виртуалити. Мы вернулись. Помните игру Alan Wake про писателя, чьи кошмары стали внезапно оживать? Можете забыть. Но ещё как минимум на год. Разработчики опять перенесли дату выхода. На моей памяти они делают это уже третий раз, наверное. Но есть и противоположный тип игр. В отличие от постоянно замораживающегося Алана Уэйка, они появляются с завидной регулярностью. При этом практически всегда популярны. Популярности второй мировой среди геймеров могла бы позавидовать даже Лара Крофт. Есть ощущение, что чуть ли не каждая десятая выходящая игра обязательно упоминает этот конфликт. Но даже при этом ещё не все масштабные сражения Великого конфликта попали в виртуальную реальность. Стратегия «Операция Багратион» собирается исправить это упущение. На самом деле многие люди думают, что самый большой был Сталинград, Курск. Но «Операция Багратион» была самой главной, потому что она преломила ход истории. Но военные специалисты считают переломными только те сражения, которые изменяют ход войны на противоположные. К началу операции «Багратион» летом 1944 года исход Великой Отечественной уже был предрешён. Впрочем, современному человеку «Багратион» наверняка врежется в память. Потому что такие места боёв, как город Бобруйск, наверняка знакомы всем активным посетителям интернета. Город Бобруйск, в нём проходит несколько миссий. В город Бобруйск, там действительно проходили бои по освобождению Беларуси. Это реальный город Могилёвской области, Республики Беларусь. Именно Бобруйск стал той точкой на карте, куда устремились могучие потоки советской бронетехники. И где танковые дивизии вермахта отчаянно пытались их задержать. Накал боёв был необычайным. С обеих сторон в массовом количестве была введена самая современная на тот момент техника. Советские танки «Иосиф Сталин-2» и немецкие «Королевские тигры». Юниты, все которые представлены в игре, они создавались по реальным чертежам. Белорусский музей истории Великой Отечества и войны предоставлял данные чертежи и на их основе строился внутренний мир. В игре представлено более тысячи юнитов, которые находятся на одной локации. Локация в игре на самом деле — это реальная территория. Разработчики выезжали на места сражений и полностью отснимали местность. Чтобы управлять столь огромным по меркам РТС воинством, в игре присутствует активная пауза. То есть приказы можно отдавать в перерыве, не спеша продумывая свои действия. Этим упрощением разработчики надеются привлечь не только стратегов-хардкорщиков, но и начинающих геймеров, кто только сел осваивать жанр. Ну и, конечно, тех, кому небезразлична отечественная история. На сегодняшний день операция Багратион смотрится весьма достойно, не уступая таким столпам жанр, как Company of Heroes. И хотя вечная вторая мировая порядком уже поднадоела, по крайней мере у наших геймеров появился повод для гордости. В России начали делать нормальные стратегии. Есть у наших геймеров, кроме хардкорных стратегий, еще одна страсть. Мало какую игру ждут с таким трепетом уже столько лет, как русский Линейдж 2. Для многих это ностальгия по тем ночам, которые вместо сна были потрачены на рейды и сбор необходимых для крафта ресурсов. Но сегодня линейка приходит снова, и всех, кто уже успел отучиться от пагубной страсти, ждет новая доза под названием второй трон Грасия. Программа Virtuality приняла участие в закрытом бета-тесте локализованной линейки. Сейчас, когда вы смотрите этот сюжет, тест уже закончился, и настала пора подводить итоги. На одной из главных фишек игры, летающей корабли для передвижения между локациями, можно посмотреть на экране запуска. Перед нами виды нового континента, Грасия, стилизованного под средневековую Испанию. На период бета-теста организаторы заботливо предоставили каждому не только возможность поиграть с нуля, но и посмотреть на прокачанного персонажа 75-го уровня. Почему именно 75-го? На этот вопрос любой линейщик должен ответить, не задумываясь. Ведь на 76-м дается так называемый квест на третью профу. Стало быть, трепетный момент выбора, вот-вот предстоит нашей баронессе из расы темных эльфов. Но мы выбираем другой путь. На континенте Эл-Морэден в королевстве Аден прибавилась еще одна Камаэль. Вот эта девица. За вратами стартовой зоны начинается тяжкий труд ММОшника. То, что миллионы геймеров делали годами раньше и будут продолжать делать еще десятилетия. Ну, конечно, этот бесконечный гринд. Убийство десятков, да нет, сотен, да нет, тысяч. Хотя каких тысяч? Миллионов мобов. В данном случае идет геноцид молодых серых шакалов, как следует из надписи над монстром. На что стоит обратить внимание в городах, так это на диалоги с многочисленными персонажами. Переведены они весьма корректно, читать их почти приятно, разве что шрифт подкачал слишком маленький. Но, по крайней мере, противоречий между диалогами, названиями квестовых предметов и здравым смыслом замечено не было. Нельзя не отметить похорошевшую графику. Старушке линейки уже исполнилось пять лет, а она все еще бодрится инъекциями шейдеров и динамическим освещением. Старый добрый Unreal Engine 2 все еще выдает бодрую картинку. Да, это все та же, пусть и похорошевшая линейка. То же самое море, на глади которого отражается лунный свет. Вот где прошли мои молодые годы. На сегодня все. На следующей неделе смотрите специальный предновогодний выпуск виртуалити. Вы узнаете, какие подарки лучше всего подарить геймерам, как встречает Новый год герои игр, кто из компьютерных персонажей больше всего похож на Снегурочку и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стэндбай.